Ну а когда вы для себя вот это решение приняли, что вы будете работать, условно говоря, на православную веру? Ну, знаете, я такого решения не принимал, это было решение святейшего патриарха, а я просто, ну как-то вот, ну ты же для себя определяешь, ну как, знаете, мне кажется, что вот религиозный вопрос, это же не вопрос о принадлежности даже какой-то конкретной традиции, это, вот какой самый главный вопрос религии, это вопрос о смерти. Это вот не хочу быть вполне хорошим, толстовский, это вопрос о смерти, потому что это вопрос, перед которым стоит каждый человек, или он перед каждым человеком стоит. И каждый из нас на этот вопрос отвечает. Кто-то положительно, ну в том смысле, что вот давайте там религии, кто-то отрицательно говорит, ничего нет, как писал герой классики, это лопуха, я умру, лопуха из меня будет расти. Но ты все равно на этот вопрос отвечаешь. Вот я для себя на этот вопрос ответил через православие. И поэтому это, конечно, самое главное. Все остальное, оно следствие вот этого. Потому что вот у меня много, там, я там муж, брат, сын, отец, преподаватель, но определяется это все вот этой основой у каждого человека. Но ведь на этот вопрос все конфессии отвечают. Как по-разному. Как по-разному? По-разному. Нет, ну вот здесь принципиальные вопросы. Аксиоматика религиозная, мировых религий, она сущностно не совпадает. Они в нравственном поле отвечают одинаково. Вот то, что называется золотой правил нравственности, поэтому, а на уровне, ну там нельзя убивать людей, все согласятся. Почему нельзя убивать? Буддиста одно объяснение, у православного другое, у христианина другое. У мусульманина чуть-чуть ближе к христианскому, дальше от буддийского, но оно свое. Что такое грех, например? В христианстве это категория, там, ну если немножко позанудствовать, онтологическая, а в исламе скорее этическая, ну и так далее. То есть это большие, так сказать, дистанции огромного размера.